Это программа «День с толком». Итоги уходящей недели подведем сегодня вместе в студии Елены Макаренко. В последние дни произошла целая серия событий, которые обнажили острые проблемы в разных сферах жизни. В медицине, образовании, дорожном хозяйстве и других. Так, на уровне правительства края подняли вопрос о дефиците медиков в регионе. Губернатор Виктор Томенко жестко раскритиковал министра здравоохранения Дмитрия Попова за нехватку кадров здравоохранения. Во время своего доклада Попов сообщил, что регион укомплектован врачами лишь на 67%, средним медицинским персоналом на 77%. При том, что 27% докторов уже пенсионеры и не сегодня-завтра могут уйти с работы. Молодые специалисты из вуза и училищ регионов здравоохранения идут неохотно. Каждый год около 1000 человек. И вроде бы меры принимают, в частности увеличивают число бюджетных мест, становятся больше целевиков. Эффективно, по словам министра, работают программы «Земский доктор» и «Сельский фельдшер». За весь период привлечено в отрасль 1275 врачей и 251 фельдшер. Говоря о том количестве уволившихся, исполнили свои пятилетние обязательства и уволились после этого, соответственно, 376 врачей и 39 фельдшеров, что составило 63 и 76% соответственно. То есть они отработали положенный срок. Людям не интересно, как эта система вся устроена, как она там работает, функционирует. Ему хочется, чтобы пришел и врач был на месте. И желательно, вторая часть вопроса, желательно, чтобы он был высоких компетенций, профессиональным и так далее. Губернатор посоветовал министру здравоохранения менять подходы и предлагать другие меры по привлечению специалистов к медицину. От министерства ждут амбициозных планов и программ, резюмировал Томенко. Иначе кадровая ситуация будет только ухудшаться. Между тем, за последнюю неделю в крае увеличилось число заболевших ОРВИ. На карантин, по данным регионального Роспотребнадзора, закрыты уже 63 школы и 45 групп в 18 детских садах. В общей сложности заразившихся больше 30 тысяч человек. При этом привилось от гриппа всего около 90 тысяч человек. Цифры небольшие, ведь по плану к концу кампании вакцинироваться должно больше 1 миллиона человек. Ситуация осложнена тем, что в этом сезоне параллельно идет еще одна прививочная кампания против коронавируса. Что касается ОРВИ, то, по мнению специалистов, организм вырабатывает иммунитет только спустя месяц после прививки. Из-за этого время и темпы вакцинации населения растягиваются. Полностью завершится она 1 декабря. В эти выходные жители края бесплатно, анонимно и всего за 15 минут могут проверить свой статус на вирус иммунодефицита человека. С этой целью в предстоящие выходные наш регион посетит федеральная тест-ВИЧ-экспедиция. Всероссийская акция стартовала еще 1 июня в Санкт-Петербурге. Спустя 4 месяца автопробега очередь дошла до Барнаула, Бийска и Новоалтайска. В прошлом году в акции поучаствовало 500 человек. Для такой болезни, как ВИЧ, эти цифры ничтожны. Согласно статистике, 30% всех ВИЧ-положительных людей даже не подозревают о том, что они заражены. Именно поэтому так важно знать свой статус ВИЧ. Сегодня мобильный пункт работает с 12 часов и до 6 часов вечера в Барнауле на площади Советов и в Новоалтайске по адресу улица 7 микрорайон 3. А завтра белый автомобиль с красной лентой приедет в Бийск к торговому центру Ривьера. К другим темам. На этой неделе в Крае, как и во многих других регионах страны, вновь обратила на себя внимание проблема безопасности учащихся. Поводом послужила трагедия, которая на днях произошла в Перми. И если после стрельбы в Казани, которая случилась еще в мае, в школах Края создали так называемые антикризисные команды, в которые вошли педагоги, то сейчас зашла речь и о реальной помощи школам. Что может защитить школьников Барнаула? Расскажем в сюжете. Это кадры, которые на днях шокировали всю страну. 18-летний стрелок Тимур Бекмансуров открывает огонь по студентам вуза. Погибло 6 человек, более 20 ранены. По данным СМИ, парень сейчас находится в больнице, ему пришлось ампутировать ногу. Эта трагедия еще раз показала, школы и вузы не должны охраняться бабушками и дедушками. В школе ребятишки детям проводили беседы, учительница и мы дома тоже. Здесь, я надеюсь, все будет нормально, все будет хорошо, вот установили еще рамку. В обязательном порядке есть переносной брелок, то есть если охранник какой-то необходимости у нас вынужден научиться, и уже в случае опасности может также вызвать Росгвардию. Барнаульская школа номер 136. С момента своего открытия, то есть с 20-го года, для безопасности здесь нанимают частное охранное предприятие. На это в месяц уходит 50 тысяч рублей. С конворды этот охранник не разгадывает, носки не вяжет, но и оружия не имеет. Подготовка, наверное, психологического не проходит. Во-вторых, некие навыки рукопашного боя, может быть, некие самообороны, которые позволят обезоружить нападающего, потому что педагогический состав не способен, он не обучается этому. Здесь есть лицензии, здесь есть работа, курсы подготовки, у них квалификация, перефалификация и так далее. Но часто у школ на таких бойцов нет денег, и родители не всегда готовы платить за частную охрану. Только на школы Барнаула на это требуется 40 миллионов рублей за один учебный год. Эту проблему накануне обсудили на заседании фракции Барнаульской городской думы. До конца календарного года выделено из бюджета города Барнаула чуть больше 20 миллионов рублей на 85 школ. До конца этого календарного года мы закрываем оплату частных охранных предприятий в каждом общеобразовательном учреждении города. Далее, после уже закрытия финансового года, эта сумма будет добавляться. То есть город Барнаул не оставит общеобразовательное учреждение без этой финансовой помощи. Кстати, по статистике в стране только 20% школ могут в полной мере оплачивать работу чоповцев. Этот вопрос, вопрос безопасности, он все-таки вопрос и федерального значения. И может быть это условия софинансирования. Я думаю, как во многих проектах, это было бы очень хорошо, если бы эта помощь была муниципалитетам оказана. Потому что вот так наскребать и с муниципальных бюджетов, и со стороны родителей, наверное, это не совсем правильно. При этом многие уверены, закрыть тему Колумбайна только человеком в кабинке, то есть чоповцам, не получится. Сейчас обсуждается ряд и других предложений. Например, установить в школах электронные замки. Понятно, что в вопросе безопасности взрослым придется еще много работать, чтобы дети спокойно ходили на учебу. Но хотя бы помощь школам в оплате частных охранных предприятий – это уже большой и уверенный шаг. Ирина Корчегина, Александр Антропов, День с толком. И еще раз – 30 выстрелов. По данным СМИ, именно столько раз Тимур Бекмансуров успел открыть огонь до того, как его обезвредили. За последние несколько месяцев трагедии в Казани и в Перми показали всей стране, насколько уязвимыми могут быть и школьники, и студенты в учебных заведениях. Сделали ли для себя какие-то выводы в университетах Барнаула после случившегося? Мы уже выяснили, как решают вопрос с охраной в школах. Например, там есть выбор, либо это сотрудники ЧОП, либо это вахтеры, бабушки, дедушки. Как решается вопрос безопасности в университетах и, в частности, в политехе? В первую очередь для определения охранного предприятия мы проводим тендер. Основным критерием при выборе охранного предприятия является все-таки наличие лицензируемых охранников. Я лично проверяю, чтобы все охранники, которые занимают посты, были лицензированы, имели лицензию, проходили до соответствующего обучения. С бабушками, да, есть проблема, мы с ней боремся, большую часть мы заменили на более молодых сотрудников. Также мы провели тендер на охрану наших постов с силами Росгвардии. На каждом посту у нас есть кнопка быстрого реагирования. После нажатия на тревожную кнопку через сколько минут Росгвардия приезжает? 3-5 минут. В истории политеха бывали такие случаи, когда приходилось пользоваться тревожной кнопкой? К сожалению, приходилось. Есть граждане, которые не совсем понимают наши человеческие просьбы, некоторых наших внутренних нормативных актов. Есть лица, которые пытаются проникнуть в университет в состояние алкогольного опьянения и не реагируют на замечания. Тогда вот в таких экстренных ситуациях, но они очень редки, это 2-3 случая в год. В связи с последними событиями, которые произошли в Перми, будут ли в политехе как-то ужесточать правила безопасности? Наверное, нет. Я думаю, что мы смогли предусмотреть все ситуации, которые могут возникнуть от конфликтных до таких, которые возникают на примере города Пермь. Мы в прошлом году порядка 12 миллионов потратили на установку системы видеонаблюдения, системы оповещения антитеррористической угрозы. У нас есть служба внутренней безопасности, это отдел безопасности, который круглосуточно сидит за пультом управления системой оповещения и контролирует по камерам все критичные входы, выходы. Если лицензированный охранник не может воспользоваться оружием, потому что не может применять его на работе, чем он тогда отличается от той же бабушки или дедушки, которые просто вахтеры, не профессиональные охранники? К сожалению, здесь вы, наверное, правы. Можно сказать, что они, наверное, ничем не отличаются. Но я уже говорил, что бабушек, охранников мы убрали с нашего вуза. Ежедневная работа с ЧОПом позволяет нам выявить критичные точки, выявить охранников, которые не совсем могут справиться даже в элементарной критичной ситуации. От таких мы избавляемся. Просим ЧОП, чтобы они убрали с наших объектов таких охранников. Если вы обратили внимание, сейчас у нас на постах находятся, как правило, мужчины. Мужчина может среагировать, дать отпор. Некоторые представители охранного предприятия, бывшие сотрудники Росгвардии, некоторые долгое время проработали в ЧОПе и имеют много заслуг, поэтому они у нас находятся. Всю эту неделю в России подводили результаты главного политического события этого года – выборов в Государственную Думу и региональные парламенты. На основе итогов эксперты оценивали настроение в обществе и заинтересованность как участников, так и избирателей выборного процесса. В Алтайском крае эта кампания во многом походила на предыдущие, прежде всего устаревшими методами агитации, но в то же время по многим моментам разительно отличалась. И тут речь прежде всего об итогах голосования. О ходе и нюансах выборов в Алтайском крае в нашем специальном репортаже Артема Гусельникова. Три дня с 8 до 8 в крае работали 750 с лишним избирательных участков, 75 территориальных комиссий, а также несколько сотен наблюдателей. Потенциально в выборах разного уровня могли принять участие почти 2 миллиона жителей региона. Однако общая явка составила чуть выше 40%. Просто пошла в магазин и решила зайти. Проголосовать все-таки. Я считаю, что свой долг-то нужно выполнить. Тем более я всегда голосую. И дочь моя всегда голосует. Если не считать эпатажного появления на одном из участков Алтайского моржа Александра Зеленецкого, выборы прошли спокойно. Даже очень. Электорат в основном у нас бабушки, дедушки. Очень все спокойно, тихо, никаких замечаний нет. Как итог, победу в Госдуму по трем из четырех одномандатных округов в крае одержали единороссы. Так по Барнаульскому округу в лидерах Даниил Бессарабов. У него больше 37% голосов. По Бийскому Александр Прокопьев больше 30%. В Славгородском округе побеждает Иван Лор. А вот еще один округ, Рубцовский, оставили за собой коммунисты. Мария Прусакова набрала больше 27% голосов. Прежде этот округ курировал единоросс Виктор Зобнев. Но то, что власть перейдет к красным, для многих неожиданностью не было. Округ проблемный, да и конкуренция среди кандидатов в депутаты была слабая. Что касается краевого парламента, то проходной барьер преодолели пять из шести партий, участвовавших в выборах. Это Единая Россия, КПРФ, Справедливая Россия за правду, коммунисты России и ЛДПР. Партия Яблоко набрала менее 2% и в Заксобрание не попадет. Участие в голосовании принимали и высокопоставленные персоны. Среди них Виктор Томенко, Александр Романенко и Вячеслав Франк. После сдачи бюллетеней глава города дал рекомендации о том, как стоит выбирать кандидата. «Человек должен определиться для себя, за того человека, который и хочет, но и может. Он способен добиться того, что сегодня он говорит в предвыборной своей кампании. Поэтому здесь должно быть такое сочетание. Ну, оно, наверное, везде должно быть. И сердце, и голова». Действительно ли барнаульцы голосовали за тех, кто хочет и может? Это в ходе пресс-конференции обсудили политологи. По их мнению, выборы были довольно вялыми. В предвыборную кампанию большая часть кандидатов и партий не вкладывали должных усилий. Да и в финале гонки никаких скандалов и ярких дебатов. Формально причиной отказа от привычных массовых встреч стал ковид. Но, по мнению экспертов, людям просто не предложили альтернатив. «У нас не было вот этой электрональной интернет-культуры, да, что как партии не предлагали чего-то интересного в интернете, так они и не предлагали. И для меня, ну, по крайней мере, в 23-х годах я думал, что в партии точно, если уж и региональные, отменения той федеральной, структурой партии, ну, что-то будут привлекать в интернете, какие-то идеи, какие-то мышки». Рекламные кампании, говорят эксперты, представляли собой лишь газеты и плакаты. А для большинства кандидатов, по мнению Ярославы Шашковой, выборы стали вынужденным процессом, рутиной. «Особенно это проявилось среди кандидатов бизнеса, которые были заинтересованы совсем другими проблемами. И поэтому, опять же, эти кампании были для многих это была вынужденная мера, что, ну, вот, надо идти. Для кого-то, ну, ладно, ну, вроде как, и все зашли, и теперь пойдем. И вот такое вот какое-то общее ощущение незаинтересованности вообще в этом процессе, он, конечно, сказался». Однако без острых моментов на выборах все-таки не обошлось. В первую очередь они связаны с нарушениями. Одно из них произошло в Барнауле. Сейф с бюллетенями оказался вне зоны видимости камер. Примечательно также, что в 5 утра в данном помещении возле сейфа находились двое. Производились ли какие-то операции – неизвестно. Сотрудники Центра общественного наблюдения рассказали и о других случаях. «160 – это малозначительные нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Это именно нарушение масочного режима и несоблюдение социальной дистанции. 17 – касались размещения камер видеонаблюдения. Устранены сразу же были после обращения. 13 – это размещение сейфа вне полного обзора камер. Два передвижения ночью было зафиксировано по УИК. Они не касались мест хранения документации». В Бурлинском районе в уже опечатанном сейфе проводились манипуляции с бюллетенями. В селе Парфеново пустые бюллетени извлекли из сейфа еще до прибытия наблюдателей. Всего сотрудники Центра передадут в прокуратуру шесть случаев нарушений. Но, пожалуй, самый неожиданный момент этих выборов – результат КПРФ. Для красных он почти триумфален. Коммунисты одержали победу в 15 из 34 округов Алтайского края. Мария Прусакова считает, что это вполне оправданно. Только КПРФ остается принципиальной и последовательной в борьбе с правящей партией. Набрать голоса КПРФ не помешала даже путаница в бюллетенях с почти одноименной партией коммунисты России. Сейчас в планах зюгановцев продолжить наращивать рейтинг и строить островок социального оптимизма. Сейчас депутатам от КПРФ и от коммунистов России, которые существенно увеличили свое представительство в КЗС, представляется реальный шанс показать себя в деле. Они могут сейчас не только говорить о проблемах, а реально решать их. Ну и кроме того, они должны выполнить все свои предвыборные обещания. А люди в течение пяти лет могут обращаться не только к депутатам от «Единой России», но и к коммунистам, а потом по прошествии пяти лет сделать выводы. Впрочем, рост интереса КПРФ не региональная тенденция, а общероссийская. Так, на выборах в Госдуму в целом по стране они набрали почти 20%. По мнению политологов, во многом это результат оппозиционной повестки и последствия отсутствия графы против всех. В любом случае, считают эксперты, результат выборов должен привнести разнообразие в политическую жизнь страны и в том числе нашего региона. Возможно, теперь противостоять непопулярным в народе законопроектам станет проще. У коммунистов есть как минимум пять лет, чтобы проявить себя и оправдать доверие избирателей. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком. Алтайский край оказался на 70-м месте в общероссийском рейтинге по поддержке «Единой России». За партию власти по итогам уходящих выборов отдали свои голоса почти 34% избирателей, которые приняли участие в выборах. По сравнению с 2016 годом, край поднялся сразу на 15 строчек в поддержке партийного бренда. Пять лет назад Алтайский край занимал последнее место в стране. По итогам этих выборов правящая партия наибольший отклик традиционно получила в Чечне, Тыве, Ингушетии и Дагестане. Там единороссы набрали свыше 80% голосов. Всего в голосовании на выборах участие приняли чуть больше 50% избирателей России. Едва прошли выборы, как жителям края объявили о повышении стоимости сразу нескольких услуг и продуктов питания. В частности, в Барнауле и Рубцовске с 1 октября подорожает отопление. Решение об одорожании коммунальной услуги, оказывается, было принято еще 1 сентября. А обнародовали эту информацию после 19-го. Так вот, уже с октября гигакалория для барнаульцев подорожает в среднем на 300 рублей, для рубцовчан – на 200. В СГК подчеркивают, что это максимально возможный тариф и по факту стоимость услуги может быть ниже. По словам директора алтайского филиала компании Игоря Лузанова, максимально допустимую накрутку делают из-за ценовой зоны теплоснабжения, в которую два алтайских города вступили в 2019 году. По ней в Рубцовске и Барнауле инвестор СГК обязуются обновлять коммуникации. А для этого, подчеркивает руководство компании, нужна гарантия возврата вложений. Больше денег придется оставлять и в магазинах. Местные производители картофеля не исключают дефицит клубней из-за плохого урожая в этом сезоне. Уже весной это может привести к взлету цен на картофель. А вот до конца года эксперты прогнозируют подорожание импортных овощей и фруктов в среднем на 7-8%. Из-за роста стоимости на упаковочный материал и доставку. А еще к декабрю ценник может вырасти и на крупы, причем существенно до 40%. И еще один проблемный вопрос, к которому вернулись сразу после выборов. Цена на проезд в общественном транспорте Барнаула. Перевозчики регулируемых тарифов уже обратились в администрацию города с просьбой пересмотреть тарифы. По их мнению, на это есть несколько объективных причин. Это и топливо, это и рючесмазочные материалы, это и запасные части. То есть везде, в районе 30-40% везде рост на составляющие. Это необходимость повышать заработную плату, чтобы сохранить трудовые коллективы. По оценкам перевозчиков, билет должен стоить минимум 28 рублей. Но даже в таком случае, объясняют они, комплексного обновления технопарка не произойдет. В мэрии изучают предоставленные документы, затраты транспортных компаний, чтобы после предложить новую линейку тарифов на проезд. Добавим тариф на нерегулируемые маршруты. Перевозчики могут изменить самостоятельно. Заметное событие произошло накануне в области научной медицины. В Барнауле прошел международный семинар ведущих отечественных и американских онкологов, вирусологов и иммунологов. Ученые обменивались опытом в вопросах молекулярной диагностики и разработки передовых вакцин. Подробнее об этом и не только нам в интервью рассказал руководитель российско-американского противоракового центра Андрей Шаповал. Андрей Иванович, ну прежде всего, почему местом проведения, казалось бы, международного семинара выбран Барнаул? Ну прежде всего, наверное, из-за того, что мы находимся в Барнауле и основная работа происходит в Барнауле, поэтому мы решили проводить наш третий семинар уже по счету российско-американского противоракового центра именно в Барнауле на базе Алтайского государственного университета, так как мы являемся структурным подразделением университета. Какие основные вызовы стоят сегодня перед учеными мира, вирусологами, иммунологами? Их достаточно много, но наш фокус, о чем я сегодня буду говорить и на семинаре, и на докладах разных, это, в первую очередь, это ранняя диагностика заболевания, ранняя и очень специфическая диагностика заболевания, потому что каждая болезнь требует индивидуального подхода для лечения, чтобы это было эффективным, чтобы сохранить жизнь людям. Какие-то есть прорывные в этом отношении результаты, именно в отношении ранней диагностики заболеваний? Да, в общем, мы в этом отношении не одиноки, очень много компаний зарубежных проводят в этом, и я знаю, что буквально на днях началось огромное совершенно клиническое испытание, где будет вовлечено 140 тысяч человек. Это в Объединенном Королевстве, в Англии, начинается, где также пытаются провести раннюю диагностику одновременно до 51 тест на 50 различных видов онкологических заболеваний, что, в общем, говорит о тренде, что говорит о необходимости разработки различных технологий для ранней диагностики. Вот если говорить об исследовании онкологии, то в прежние годы прорывными считались такие, как искусственное стимулирование иммунитета человека, да, или там составление некоего кода, шифра, да, раковых клеток, мутаций. То сейчас вот о чем последние исследования? Ну, по-прежнему остаются актуальными. Это иммунотерапия онкологических заболеваний. Это одно из направлений, в которых мы тоже работаем. И пытаемся разработать пептидные препараты, которые могут стимулировать иммунную систему за счет взаимодействия с определенными молекулярными мишенями. То есть это не... Это общая стимуляция иммунного ответа, что позволяет иммунным клеткам уничтожить опухолевые клетки. Мы пытаемся снять тормоза, на которые жмет опухоль, чтобы иммунная система не уничтожала ее, чтобы иммунная система уйти от надзора, от иммунного надзора. И эти тормоза за счет блокады с пептидами мы пытаемся снять. Вот насколько вам удалось снять эти тормоза? На данный момент мы нашли несколько пептидов потенциальных, которые смогут это сделать. Сейчас мы по-прежнему пытаемся проверить, насколько эти пептиды будут эффективны реально для стимуляции иммунного ответа. Это в начале инвитро. Инвитро, в пробирках. Это исследование, когда оно уже увидит света в прикладном значении? Это трудно сказать. Скажем, препараты этого класса, первый препарат этого класса, это заняло около более 10 лет, поближе к 15 годам, чтобы эти препараты стали использоваться в клинике. И я думаю, тоже был путь этот уже один раз пройден, поэтому для наших препаратов, вероятно, будет короче. Ну, я предполагаю, 5-7 лет. Я оптимист. Вот в период пандемии, когда много людей тяжело болеет, ну, разными формами бронхита, пневмонии, такое особенное внимание сейчас приковано, наверное, к болезням легких. Есть ли исследования вот в отношении этого органа? Наши ученые из медицинского университета будут рассказывать о новом нембулайзере, который они разработали и хотят пустить его в производство, который как раз вот для таких случаев, для лечения легочных заболеваний, именно вирусных заболеваний и конкретно ковида. Если говорить в отношении вирусных заболеваний, есть ли какие-то исследования очень актуальные в этом отношении? Один из, скажем, путей борьбы с вирусными заболеваниями – это заблокировать их вход в клетку. И вот эти как раз псевдовирусные частицы, они являются очень важным, скажем так, моделью для того, чтобы исследовать эти процессы. Андрей Иванович, ну все свои исследования вы так или иначе проводите совместно с американскими коллегами. Вот что это вам дает? Конечно, это в первую очередь взаимодействие с ученым мирового уровня. Это полезно как и для продвижения науки, так и для студентов, которые работают у нас в центре. А в практическом применении, какой-то обмен опытом, какие-то выводы, быть может? В практическом естественном, что мы используем те передовые технологии. Поэтому это совершенно бесценный опыт, когда нам не нужно идти, скажем, делать свои ошибки. Мы можем учиться на ошибках наших американских коллег, что тоже всегда важно и более эффективно. Можно ли надеяться, что ученые мира, вот так объединившись, да, все-таки разработают какое-то лекарство или какую-то волшебную таблетку, о которой так мечтает человечество? И в будущем мы все-таки будем и быстрее выявлять рак, и научимся его лечить, и еще и долгие годы с ним качественно жить. Надеяться всегда можно. А здесь ответ очень неоднозначный, потому что какой-то универсальной таблетки, универсального лекарства не будет никогда, потому что рак – это различные заболевания, и каждое заболевание будет требовать определенной таргетной терапии. Здесь вопрос о нахождении правильной мишени, правильного лекарства, который будет работать против этой мишени или за счет этой мишени. Поэтому я… и если сейчас говорить, даже сейчас, в общем, большинство тех онкологических заболеваний, которые там 20 лет назад были практически неизлечимы, сейчас, если мы обнаружим заболевание на ранней стадии, то, соответственно, мы будем способны вылечить практически более 90% больных. 12 театров, больше десятка спектаклей и серии образовательных мастер-классов. В течение этой недели ежедневно у жителей и гостей Барнаула была возможность оценить постановки театральных региональных коллективов из разных уголков страны. В столице края стартовал Всероссийский Золотухинский фестиваль. Четвертый по счету он должен был пройти еще в прошлом году, но коррективы внесла пандемия. Долгая пауза, считают актеры, в конечном итоге позволила участникам культурного форума подготовиться как никогда основательно. Продолжит тему Анастасия Дороган. Максимально яркое приглашение в театр Золотухинский фестиваль не мог пройти тихо. Перенесенный в 2020-м из-за пандемии в этом году он составил ликовать всех участников. У оргкомитета и дирекции фестиваля были сомнения в каком формате проводить фестиваль, потому что пока что еще Алтайский край, как и все регионы, работают в условиях ограничений. 50% только зрителей мы можем принять на каждой театральной площадке. Но, тем не менее, было принято решение проводить его в влочной форме, потому что все-таки фестиваль – это праздник, это встреча людей, это возможность показать спектакль зрителю. И, конечно, онлайн-формат не заменяет всего того, что дает живой театральный фестиваль. Фестиваль Золотухина – важная точка в театральном мире. Его организовали через полгода после смерти российского режиссера и актера Валерия Сергеевича в доме, названном его именем. Уже четвертый раз побороться за гран-при фестиваля к нам съезжаются театры со всей страны. В этом году из полсотни заявок отобрали 11. Участники говорят, быть здесь для них – большая честь и бесценный опыт. Что-то, возможно, украсть, в хорошем смысле – перенять. Четвертый всероссийский молодежный театральный фестиваль имени Валерия Сергеевича Золотухина объявляю открытым. 11 региональных театров из Барнаула, Кемерово, Альметьевска, Вологды, Глазово, Новосибирска. Оценивали спектакли эксперты, в том числе пять известных театроведов страны. Мотивированность создателей – это вещь, которая оценивается чувственно, неинтеллектуально. И в этом смысле, конечно, главными экспертами являются зрители. Они всегда на эти вещи невероятно чутко реагируют. Так что мы будем поглядывать по сторонам работы. Для нас реакции жителей города так же важны, как и наши собственные осуждения. Участники представили на сцене и авторские спектакли, комедии, трагедии, даже психологический триллер и интерпретации классиков. Например, кемеровцы выступили с обыкновенной историей по мотивам романа Ивана Гончарова. История парня, который в поисках счастья уезжает в столицу. Помимо выступления, актеры обучались на мастер-классах. И хотя каждый старался победить, все понимали, что победили они уже, став участниками. Конечно, победа – это приятно. Но самое главное – это просто участие раз, а во-вторых, после еще долгого периода нашего разъединения, это просто изумительно, что мы собрались, и мы чувствуем себя необыкновенно счастливыми, и прямо переживаем подъем. Хедлайнером фестиваля по традиции стал столичный театр на Таганке, где долгие годы работал Валерий Золотухин. Анастасия Драган, Анастасия Болотина, Алексей Фризин. День с толком. И в завершение выпуска еще одна позитивная новость. В эти выходные в парке Изумрудный проходит сушка. Со строительными работами это никак не связано. Барнаульцам предлагают показать свои фотошедевры. Фотосушка – всероссийский проект, который 11 лет назад придумали питерцы. С тех пор выставка прошла более чем в 100 городах России, и вот, наконец, Барнаул пополнит этот список. Сушка – формат выставки, который объединяет фотографов разного калибра – любителей и профессионалов. Свою фотографию можно подписать, оставить на обороте координаты для связи или необычное послание ее будущему обладателю. Также свое фото можно обменять на любое понравившееся. А у меня на этом все. Такой увидели уходящую неделю корреспонденты телеканала «Толк». Мне же остается напомнить телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Продолжение следует... Продолжение следует...